Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Вот в этой посылке ко мне приехал очень интересный и крайне функциональный повербанк на 10 000 мАч. Ну а что в нем такого интересного вы узнаете в этом обзоре. Короткая предыстория, те кто следит за тем что происходит на нашем канале наверняка видели вот этот обзор крутого внешнего аккумулятора от Ugreen на 10 000 мАч с честной емкостью, быстрой зарядкой и высочайшим КПД. Так вот в том обзоре мы договорились, что если он наберет 700 лайков, я продолжу снимать обзоры на 10 000 мАч. Так вот лайки собраны, новый повербанк заказан и сегодня изучим вдоль поперек внешний аккумулятор от Bazeus модели F10W и сразу уговор на следующий обзор. Собираем 800 лайков под этим видео, заказываем еще одну модель. Кстати свои варианты моделей для будущих обзоров предлагайте в комментариях под этим видео, только пожалуйста без ссылок, их ютюб блокирует. Итак повербанк Bazeus F10W приезжает в симпатичной картонной коробке с качественной полиграфией, тиснением, указанием технических характеристик и стикером для проверки подлинности гаджета. И в плане дизайна упаковки Bazeus как всегда большие молодцы. В комплекте получаем инструкцию, гарантийник, короткий микро USB кабель и резиновый ремешок на запястье, который уже заранее заботливо привязан к повербанку. За все это придется отдать 25 долларов и да, это примерно на 10 долларов больше, чем цена повербанка от Ugreen. Но забегая вперед, такая разница в цене оправдана функционалом гаджета, но об этом чуть позже. Также отмечу, что получил я повербанк всего за 5 дней, за что спасибо российскому складу Bazeus. Теперь изучим сам гаджет. Так перед нами достаточно компактная коробочка со скругленными углами и гранями. В моем случае эта коробочка двухцветная, большая часть корпуса из красного матового пластика, а верхняя часть из глянцевого черного. При желании можно также выбрать полностью черный и полностью белый повербанк. Размеры гаджета 95 на 62 на 26 миллиметров. И что удивительно, этот повербанк хоть и немного, но компактнее варианта от Ugreen. Касается это и длины, и ширины, и толщины. А удивительно это, потому что в корпусе повербанка Bazeus притаилось два крутых бонуса. Первый это 10-ваттная беспроводная зарядка, расположившаяся под глянцевой крышкой. Ну а второй это встроенная подставка для смартфона. Собственно именно наличие этих фишек и по большей части беспроводной зарядки и повлияли на стоимость гаджета. Также измерим и вес. Он тут чуть больше чем у Ugreen, примерно на 10 грамм и составляет 210 грамм. Но в целом это очень компактный и достаточно легкий внешний аккумулятор. Что же касается дизайна, то лично меня напрягает глянцевая панель, на которую предполагается класть гаджеты для беспроводной зарядки. Думаю и сцарапается она очень быстро. Да и вообще глянец это не моё. В плане органов подключения и индикации всё отлично. Заряжать сам повербанк можно через один из двух портов, либо microUSB, либо USB Type-C. Причём USB-C порт можно использовать и на вход и на выход, вместе с третьим USB-A гнездом. По сути используя беспроводную зарядку и два выходных гнезда, от этого маленького повербанка можно одновременно заряжать сразу три гаджета. Ну а отслеживать остаток заряда предлагается на небольшом экране из белых семисегментных индикаторов с точностью до 1%. Это решение мне очень нравится. Жаль что как и у Ugreen тут нельзя отслеживать напряжение и ток заряда. Также рядом с экраном есть маленький индикатор, он скорее всего будет загораться при активации беспроводной зарядки. Позже мы это проверим. Ну и наконец коротко о небольшом бонусе в виде подставки для смартфона. Вообще как правило корпус повербанка наполнен неравномерно и в той части где расположен преобразователь всегда остаётся свободное место. Ибо Zeus использовали это свободное место с умом, внедрив сюда небольшую выдвижную подставку. Должен признать это очень простая, но весьма функциональная мелочь. Далее пройдёмся по характеристикам. Их производитель не скрывает и подробненько перечисляет и на коробке и в инструкции и на задней стороне самого гаджета. Хотя тут их разглядеть очень непросто. Так нам обещают ёмкость аккумулятора в 10 000 мАч при 3,7 Вольта или 37 Ватт часов. Заявляется КПД в 76% и ёмкость на выходе в 5800 мАч при 5 Вольтах. Мощность на отдачу составляет 15 Ватт в режиме обычной зарядки, то есть 5 Вольт 3 Ампера. И 18 Ватт в режиме быстрой зарядки, то есть 12 Вольт 1,5 Ампера. Максимальная мощность беспроводной зарядки 10 Ватт. По странной традиции в инструкции отсутствует перечень поддерживаемых технологий быстрой зарядки. И такое ощущение, что чтобы их указать, производителям необходимо платить за использование патентов или торговых марок. Ну вот на странице с описанием товара всё присутствует и обещает нам Qualcomm Quick Charge 3.0 и Power Delivery. На этом с внешним осмотром и изучением характеристик закончили, переходим к проверке возможностей. Начинаем с проверки мощности повербанка, её как обычно будем тестировать с помощью USB тестера и нагрузочного модуля. Напоминаю, ссылки на всё оборудование, которое мы используем, вы при необходимости найдёте в описании под видео. Подключаемся для начала к USB-А порту. По заявлению производителя, от этого порта в 5-вольтовом режиме мы можем получить до 3 А. Активируем нагрузку. И видим следующее. Получаем ровно 5 В и 3 А. Ищем предельный максимум. И сильная просадка по напряжению наступает при достижении значения тока в 3,4 А. Теперь проверим быструю зарядку. Сейчас на нагрузочном модуле я выставил 1,5 А. Включаем специальный триггер быстрой зарядки и пробуем плавно менять напряжение. Отлично. Напряжение плавно меняется. Значит этот зарядник, а точнее павербанк, поддерживает технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2 и 3 поколений. И так мы получили максимальное напряжение в 12 Вольт. При этом павербанк спокойно выдаёт 1,5 А. Попробуем найти предельный максимум. И судя по показаниям прибора, максимум, который мы можем получить от этого павербанка в режиме быстрой зарядки примерно 20 Ватт. Теперь проверим и другие технологии быстрой зарядки. Для начала активируем Samsung AFC Trigger. Напряжение выросло до 9 Вольт, технология поддерживается. Далее Huawei FCP. Напряжение также выросло и эта технология поддерживается. Переходим к гнезду USB Type-C. И для начала подключаем к нему Power Delivery Trigger. Отлично. Индикатор загорелся. Технология Power Delivery поддерживается. 9 Вольт поддерживается. И 12 Вольт поддерживается. Попробуем найти максимальную мощность. Сразу активируем нагрузку в 1,5 А. И никаких проблем. 18 Ватт получаем с лёгкостью. Пробуем найти предельный максимум. Ну и собственно максимум тот же. 20 Ватт. В принципе оно и не удивительно. В данном павербанке установлен только один умный преобразователь. Который может заряжать либо 3 устройства обычной зарядкой. Либо только одно устройство быстрой зарядкой. Теперь переходим к изучению беспроводной зарядки. Итак, активируем павербанк. Размещаем на нём специальный тестер. И знаете, беспроводная зарядка работает. И работает весьма интересно. Как оказалось, в режиме беспроводной зарядки павербанк может выдавать от 5 до 9 Вольт. Признаюсь честно, что это за протокол такой и как происходит регулирование напряжения для меня загадка. Но главное, мне удалось выжать из павербанка при беспроводной зарядке около 16 Ватт. И это очень серьёзный результат. Напомню, обещали нам всего 10 Ватт. В общем, беспроводная зарядка работает и с большим запасом выдаёт заявленную мощность. Ну а если вам известно, как происходит регулирование напряжения, буду рад, если вы поделитесь этой информацией в комментариях. Также экспериментальным путём удалось выяснить назначение маленького LED-индикатора. Так он загорается синим, когда устройство готово к беспроводной зарядке и загорается зелёным, когда эта самая беспроводная зарядка уже началась. Не обойдём стороной и такие моменты, как зарядка малым током и проточная зарядка. Что касается зарядки малыми токами, то она присутствует. Активировать её как-то дополнительно не требуется. В таком режиме от павербанка можно получить примерно 45 мА. В плане проточной зарядки всё также отлично. В этом режиме павербанк заряжается сам и одновременно заряжает другое стороннее устройство. Правда, возможности его в таком режиме невелики. И мы можем получить примерно 1 А при напряжении 4,75 В. Напомню, это минимальное допустимое напряжение по стандарту USB. Следующим шагом с помощью портативного оцеллографа DSO-150 проверим, насколько сильно пульсирует напряжение на выходах павербанка. Напомню, низкими считаются пульсации до 1% от номинального напряжения. То есть в случае с 5 В это 50 мВ. Нормальными являются пульсации до 2%. Всё, что выше, уже нежелательно. Высокие пульсации ускоряют деградацию электронных компонентов ваших гаджетов. А в очень печальных случаях могут даже полностью выводить устройство из строя. Именно поэтому данный тест я считаю очень важным. Итак, активируем павербанк. Активируем нагрузку на 3 А и видим следующее. Пульсации павербанка в таком режиме 56 мВ, то есть совсем чуть-чуть больше 1%. И теперь второй замер. Его уже проводим в режиме 12 В 1,5 А. Пульсации 127 мВ, то есть также чуть более 1%. В принципе, результат хороший. Что ж, должен признать, что пока что павербанк держится очень достойно. А значит, пора переходить к замеру его реальной ёмкости. Так, производитель заявляет, что ёмкость встроенного литиевого аккумулятора составляет 10 000 мАч при 3,7 В или 37 Ватт-часов. Измерять будем именно в Ватт-часах, так как эти единицы измерения позволяют не учитывать изменение напряжения на преобразователе устройства. И да, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу того, как я вычисляю ёмкость и КПД, просто посмотрите вот этот обзор. В нём я всё подробно и понятно объяснил. Ну и естественно, для большей наглядности я как обычно снял таймлапс разрядки павербанка. Ватт-часы, если что, подсчитываются во второй строке. Разряжал при напряжении 5 Вольт и током в 1 Ампер. Таким током я разряжаю все 10-тысячники, и это позволяет сравнивать их результаты. И да, естественно, при увеличении тока или использовании быстрой зарядки, КПД будет ниже, это стоит учитывать. И спустя 6,5 часов, отдав 33,7 Вт часа, павербанк отключился. Теперь давайте посчитаем, много мы получили или мало. Простейший расчёт показывает, что разница между заявкой в 37 Вт часа и фактическим результатом в 33,7 Вт часа составляет 9%. Это и есть потери. Соответственно, КПД преобразователя в данном режиме зарядки составил аж 91%, что я считаю весьма достойным результатом. Естественно, такой результат в Вт часах позволяет мне совершенно точно подтвердить и заявленную ёмкость в 10000 мАч при 3,7 Вольта. В общем, ёмкость честная и это не может не радовать. Ну и наконец поговорим о зарядке самого павербанка. Сразу скажу, что заряжать гаджет можно аж в трёх режимах. Первый от Power Delivery или Quick Charge зарядника через порт USB Type-C или microUSB. В таком режиме он потребляет 9 Вольт 2 Ампера и полностью заряжается за 3 часа 10 минут. Второй режим зарядка от обычного зарядника через порт USB Type-C. В таком режиме он кушает 5 Вольт и 2,6 Ампера и полностью заряжается за 4 часа 25 минут. Ну и наконец третий режим от обычного зарядника через microUSB порт. При таком раскладе он потребляет 5 Вольт и 2 Ампера, полностью заряжаясь за 4 часа 45 минут. В общем, мне пришлось знатно повозиться с этим павербанком, чтобы проверить его полностью, зато теперь у вас есть вся информация о нём. И да, естественно, я свёл все полученные данные в итоговую таблицу, предлагаю быстренько по ней пробежаться и сравнить результаты с результатами конкурента от Ugreen. Так мы видим, что Bazeus за счёт наличия беспроводной зарядки на 3 дороже. Его размеры чуть меньше, чем у конкурента, а вот вес наоборот немного больше. В плане мощности оба гаджета очень близки, но всё же Bazeus выдал на 1 Вт больше. В плане поддерживаемых технологий быстрой зарядки полный паритет, с этим делом у обоих устройств всё отлично. А вот когда речь заходит о КПД, Ugreen впереди. Он потерял всего 3,6%, в то время как Bazeus рассел в тепло 9%. Однако оба результата могу назвать достойными. Далее инициативу снова перехватывает Bazeus, который показал более низкие пульсации напряжения. Ну и не будем сбывать про беспроводную зарядку, подставку и ремешок. Они есть только у Bazeus. По итогу, как мне кажется, лидера нет. Оба повербанка это отличные технологичные гаджеты, которые могут стать вашим верным помощником вдали от розетки. Но логика выбора проще некуда. Нужна беспроводная зарядка, доплачиваем за Bazeus. Но если беспроводная зарядка вам без надобности, экономим и берём Ugreen. Ну по крайней мере, я это вижу как-то так. А своим мнением обязательно делитесь в комментариях под этим видео. И не забывайте про уговор. Набираем 800 лайков, заказываем новый повербанк на 10 000 мАч на обзор. А вообще, ко мне уже едет свеженький повербанк аж на 30 000 мАч. Так что в любом случае, будет интересно. Поэтому не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. А на этом на сегодня всё. Смотрите канал Китая в помощь и берите от жизни лучшее. Китая в помощь и берите от жизни лучшее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!